всем привет лазерный проектор big dipper f1000 плюс rgb да 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 не смог я удержаться самое еще раз решил спустить ну наверно 2 своих зарплатах на данную вещь то есть это самое что потовариться на авито да увидел продают короче да он конечно немного лазерами подсевшие но тем не менее работают то есть тем не менее он пока не рисует показывает что-то сейчас я включу и покажу кто вообще работает сегодня мы его разберем посмотрим что-то внутри стоит раньше очень был популярный сейчас уже он свою популярность потерял можно сказать мощности уже по сути ты маленькая то есть то есть так вот такую вещь как граменный вот я вам даже покажу его со всех сторон звуковая активация включена давайте сначала микрофон ну короче вот так он красиво сделал но очень тяжелый порядка 18 килограмм где-то он весит хорошо такая вот это все не знаю чего здесь тысячи конечно то есть 1000 милливатт или просто называется f1000 вот здесь кучу вентиляторов это кстати это кстати фильтр просто там по-моему вентилятор нету просто вот это не за всасывать то есть вытягивать скромно это наоборот забирать так или чё же давайте мы включим автор режим здесь не у сейчас не будет показывать кстати здесь тоже всего до хрена вы знаете он там чудо нарисует почему-то красным только красным интересно может цветной чувствую красным здесь здесь наш торт так вот столько было закрыт блокировка якобы мощный big deeper но тот-то 1000 мили в этом бы 10 тысяч был это f1000 да вот так он нарисует сейчас я вообще рисует там в том что сейчас я на вечерний свет переключусь вечерний у меня да вот узора разные рисуют здесь да вот здесь по нему подключать хотя давайте сейчас я на снефоне попробую от музыка не буду включать то youtube докопается нафиг более с этими авторскими правами и прочее всякой фигни вот кстати вот и видите то что там полоски не тонкий очень то есть здесь стоит озеро модуль 473 на метра тоже твердо твердотель твердотельный но он конечно подсевшие здесь немного естественно не такой яркий как был с магазина то есть сами узоры недовольники ну как сказать тонкий осень именно тонкие то есть показывает но вот такой яркости кемут на мускать любишь на яркость который как вот с магазин наверное и и конечно нет видно то что он показывает цветной то что красиво все яркость конечно такой нет то есть ну естественно стал мне дороже чем этот отел лазер потому что да кстати кстати хорошо оттенки воспроизводит но правда правда уже синего здесь тускло показывает то есть не буду я вот так он нарисует так ладно не будем ареновать и давайте вот нафиг разберем вот крышку и здесь открутим но тема сейчас покажу что нам под крышкой сначала я снял крышку и там там такая система внутри здесь стоит вот такой вот лазерный блок написан на стопись rgb 150 н стопчик мили ватт то есть данный проект просто 50 миллиард получается что да конечно как смешно честно говоря вот документации на нее не нашел ну посмотрите хотя бы сделан как сделан внутри сделать все довольно таки очень круто ну так давайте серьезно сделано кстати вот этот блок блок это скажем блок который питает 473 нанометра который здесь стоит не знаю сколько мили ватт но это по любому именно для него скажем блок такой здоровый потому что 473 нанометра он жрущий довольно таки да кстати вот этот винтик нафиг его включил на точнее не то что не жужжал чтобы он плату не затягивал тот как-то неграмотно сделано поставить блок такой и вентилятор почему-то так ну чё ж сами долевая на метры вот такая вот вот сама плата гальвонометра кстати вот если смотреть что-то написано честно говорю написано что-то прям очень очень дохрена это ну мне кажется трудно верить что здесь то есть это старая модель какой-то быстрый сканер прям поставили и впринципе сканера были довольно таки старым блок питания 12 вольт для чего фиг знает вот этот блок питания вот этот он скорее всего для плата гальвонометра стоит здесь 12 вольтовый не знаю качественно на чего он здесь стоит сейчас попробую посмотреть мне кажется он для вентилятор стоит здесь здесь вот здесь такие вот шестигранненькие кстати это самое чтобы подключить вентилятор мне пришлось их открутить некоторые были на супер колею держались довольно таки так хорошо это самое и пришлось их высверлить нафиг потому что у меня прям много прям пыли но чтобы поменьше он позатягивал чем у него вообще грязи всякой вот он кстати сейчас пока рисует и сейчас мы открутим вот эти болтики не ебнулся бутылка я покажу как вам вообще устроен то есть честно скажу сам и искал на ю тубе все это дело искал на ю тубе очень честно говорю не сказать что прям очень хотелось его разбирать пыталась найти какой-нибудь видео про него проект проектор но к сожалению я ничего не нашел про него то есть и решила попутно того как его разберу решил снять видеоролик так сказать то есть чтоб может кому-то так же как и мне будет интересно ну и складка стоит это на микрофон светодиод стоит вот это окно стеклярик и тут сама пластмасска положим пока сюда вот так сидим выглядит телефону реально задолбал если откручу эту штуку крючка снялась да кстати здесь еще почему-то очень довольно сильно расходится красный очень сильно расходится так крышка сдвинулась сейчас я полностью крышку сниму нужно показать вам оптическую систему да вот не знаю почему но прям документация в интернете я прям не нашел лазерный проектор очень искал думал найду сколько он по мощности хотя бы но чего-то прям ничего нету на самой коробке указано что 150 мили ватт якобы конечно такую коробку и за 150 мили ватт делать конечно ну прям что то с чем то конечно раньше любили делать все прочное потому что раньше лазер не такого качества высоком были как сейчас можно сказать давайте вот так я буду показывать все не замкнули миначку ничего вот так будет система внутри вот кстати такой толстый алюминий здесь применен здесь тоже ступо бретлина вот смотри вот этот вот не написано что он 473 на метр почему-то вот 400-700 500 мили ватт зачем больше мах вот тут милли ватт и что-то не написано что 473 на метр нет да это вот синий синий так здесь выглядит вот этот красный зеленый работа кстати здесь с зеленым почему-то очень-очень мелкий были такому я расселюсь какому-то побольше высадить в таком-то ящике оказывается блок питания это не на зеленый а на синий оказывается здесь да вот там кстати горит маленькая-маленькая искака 473 на метр пока еще более-менее яркая вот так ну телефон вот вывернуть сказать поближе что так вот сейчас я все вернусь вы будете конечно поэпичнее выглядеть вот так вот так оно выглядит в темноте кстати узоры всякие рисуют такие сдвоенные 3d кстати рисует почти конечно так себе так себе узоры такие кстати сам проектов кто-то не узким ну тормознутый просто тормознутый просто тормознутый вот так он не особо ритмичен не особо быстро сам проектов подмыт все-то рисовать так вот такая здесь самая система кстати вот в эту платку почему-то вкручен красный это кстати платка на 120 ну конечно не трогайте а то чипок нет да и короче красный управляет здесь как вообще прям замудренную от него к живут в эту платку этот вот платка включен красный и вот эту платку модулирует вот эта платка да то есть вот эта платка идет вот в эту платку почему-то нельзя почему так сделали вот то есть здесь вот сразу куча проводов непонятно каких идет непонятно куда да как-то вот так витилеватая конечно да там контроль и да спрятаться здесь вот здесь с шлифами ну как сказать что ищу а вот так контроль зеленого да кстати здесь так не займенно стоит есть вот эта плата кстати на 220 тоже это самая питание на 220 нет кстати тоже есть устроенный и она питает вот этот модуль зеленый от зеленого кстати он тоже как же шнур такой бед толстый довольно это не зеленый тоже иероглифы непонятные непонятные любому нормальному русскому человеку да 50 что там если какие-то короче куча номеров 50 мл ватт что ли как узнали ну сделано так интересно кстати тоже двойной вот на станине они все стоят от 47 динамида конечно кабель еще толще идет чем от зеленого зеленый интернет стоит который постоянно рабочий вот раз почему-то так ну и 0 мм кстати на металлическом уголке стоят довольно-таки на массивном он таком он там крепится шестигранником то есть а что еще короче учитывая 73 нм есть вот здесь переключение модуляции вот здесь допустим какой-нибудь положить вот этот прочежек вверх поднимешь 400 а нет хорошо вверх это обе модуляции включены если вот их опустить да вот увидите линию такую то есть это вот это уже я выключил модуляцию то есть 473 нм кстати рисунки очень красивые но они не ритмичные так сказать не знаю не знаю сколько здесь цветов вот кстати здесь пока без модуляции он так рисовать будет и потом ее конечно можно включить чтобы все нормально было вот так ну чё ж кстати вот раз вентилятор два вентилятора других нет другие чисто пулевые фильтры ну чё ж вот вот у красного сюда конечно уже другую вкручишь ну то есть здесь другую здесь кстати красный он тоже многомодовый вот если вот так закрыть пальцем да это кстати не хранительный это обычный зеленый отражает не видно но надо включать чтобы показывать многомодовый точка такая он многомодовый и кстати тоже яркий кстати яркий на определенное расстояние то есть на большое расстояние он конечно не сможет яркость вот 473 нм зеленые они ярко довольно светить на далекие расстояния а красный уже утратит свою яркость здесь по точке так судить вот такая точка 473 нм ну вот я не знаю наверно все это стоит так следа его кстати не пробовал еще попробую конечно кстати исключение его когда нибудь я просто хочу отсюда снять модуль то есть вот эту систему и применить в своих целях пока что ну то есть самое это все бумаги 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 здесь нигде нету только на 473 и 532 на красном почему то нету чего там сколько разъем идут может как советские у просто что а что есть все вот 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 и